В продолжении темы ЖКХ. Ремонтные работы на контроле общественной комиссии по реализации программы формирования комфортной городской среды. Участники выездного заседания посетили аллею молодежи и детской игровой комплекс «Космос», где в эти дни строители благоустраивают территорию. Работы на финишной прямой завершат их уже к концу месяца. С места событий моя коллега Анна Акрамова. Национальный проект «Жилье и городская среда» в действии. Он включает в себя четыре проекта – ипотека, жилье, формирование комфортной городской среды, обеспечение сокращения непригодного для проживания жилфонда. В Новоуральске этому уделяют большое внимание. Не первый год реализуется программа «Комфортная городская среда», которая позволяет сделать любимые общественные территории краше, современнее и уютнее. Первый объект, который проинспектировала комиссия – это второй этап обустройства аллеи молодежи, в том числе и ремонт подпорной стенки вдоль домов Победы 2.1, 2.2 и 2.3. Все идет к завершению. Мы считаем одним объектом аллеи молодежи с подпорной стенкой у Мисоедовского. Поэтому, да, мы как и контролировали общественные комиссии по формированию комфортной городской среды. Все видно было к завершению и сегодня, да, уже подтверждаем, что хоть работы еще остаются. Эти работы самые сложные, скажем так, это примыкание, подрезка плитки и так далее. Это очень ручная работа, поэтому временно это еще потребуется. Но надо сказать, что все сезонные работы выполнены, бетонные работы по стенке закончены, плиточные работы ведутся, осталось совсем немного. По посадочным, значит, работам в основном все сделано, осталась некоторая территория, которую нужно закрыть рулонным газоном. Подрядчик здесь «Ремстро-сервис». Напомним, что второй этап аллеи молодежи жители поддержали, выбрав большинством голосов, рейтинговом голосовании за объекты для благоустройства по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Также эта территория стала победителем в рамках народной программы городских изменений «Радиус доверия» при поддержке топливной компании ТВЛ «Росатома». Источников финансирования 2. Почти 30 миллионов – деньги местного бюджета, остальное – средства топливной компании. Всего бюджет объекта порядка 60 миллионов рублей. Отметим, что проект был заявлен молодежной палатой Новорайского городского округа. Сегодня на объекте почти все готово. Срок сдачи – конец октября. А пока дети с удовольствием играют на площадке. Степень готовности оценивают и общественники. Замечательно, что сделали площадку для детей. Очень такие стильные в ретро-стиле фонари. Но еще когда добавят скамеечки и наступят следующее лето, я думаю, что тут будет любимое место для отдыха горожан. Поменяла свой облик и одна из самых больших городских детских площадок. В прошлом кораблик. Теперь это космос. Космический объект появился в Новоуральске. Детский игровой комплекс в Автозаводском районе стал следующей точкой, где побывала комиссия. Масштабные конструкции уже готовы и ждут, когда их увидят юные новоуральцы. В конце октября работы здесь планируют закончить. Напомним, что предыдущий комплекс «Кораблик» пришел в негодность. Дело в том, что по нормативам детские игровые площадки нужно менять через 10 лет, чтобы они были безопасны для ребят и отвечали всем современным требованиям. Генеральный подрядчик на объекте – компания МСК. Космос собран полностью. Сегодня забетонировали. Много элементов других собрано. Оставилось столько, которые мешают заезду, завозу песка. Резиновое покрытие уложено, асфальтовое тоже. Варвара – мама двоих детей. С ними она любила прогуливаться на детской площадке на Автозаводской до ремонта. С нетерпением ждет окончания всех работ. Мы здесь до последнего играли. Это во-первых. И сейчас мы каждый день идем в садик или просто гуляем в выходные. Мы каждый день смотрим, что-то новое уже поставили, очень ждем. Я после садика здесь любила гулять по площадке с мамой. В Новорайске делается много для улучшения качества жизни горожан посредством улучшения городской среды. И все это благодаря взаимодействию администрации Новорайского городского округа, правительства Свердловской области, путем вхождения в региональные программы и, конечно, в рамках государственной поддержки национального проекта «Жилье и городская среда». Впереди много задач. Вы помните, что мы голосуем за другие объекты, которые требуют благоустройства. Мы сегодня нацелены на, скажем, водную гладь. Так вот, мы недавно зарыбляли водоем и видели, какая ситуация у нас на пляже. То есть, ну, там нужно действительно вкладываться. И сегодня УКС уже разрабатывает проект, буквально на выходе проект. И мы будем заходить на радиус доверия, в том числе и с этим проектом. За годы реализации программы «Комфортная городская среда» в Новоуральске сделано немало. Обустраиваются дворы, городские пространства. Активно преображаются общественные территории. Центральный парк культуры и отдыха, бульвар Кикоина-Фоменко, Комсомольский Арбат, аллея молодежи и не только. Теперь это места притяжения новоуральцев. Анна Акрамова, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания.